всем привет что я хочу вам сегодня показать хочу показать пластинку группы skycries mary американская группа очень хорошая современная американская музыка ну если удобно так выражаться немножко психоделическая команда на самом деле очень психоделическая просто последнее время не люблю вообще все эти термины панк-рок психоделия heavy metal big beat блюз только остается в неприкосновенности так но музыка просто очень хорошая музыка но про эту музыку вам сегодня рассказывать не буду почему я показывает пластинку но во первых эту пластинку мне прислал мой очень хороший друг старый товарищ саша цалихин которая живет в нью-йорке в нью-джерси у него находится база так сказать он продюсер художник скульптор вообще очень хороший человек художник с большой буквы у него есть свой лейбл звукозаписывающие звуковыпускающий по названием trail records кстати говоря компакт диск группы гарри на киперболоиды выпускал именно он trail records виниловую пластинку выпустил imagine club в санкт-петербурге а компакт диск trail records так вот trail records в 2022 году выпустил вот этот альбом skycries mary это не первая пластинка в каталоге trail records у него достаточно большой каталог серьезно и несколько роликов я посвящен именно пластинкам саши цалихина саши тем которые делал саш цалихин там очень много групп в том числе и отечественные группы американские группы очень интересная тема но записывал песни skycries mary здесь очень известный звукорежиссер продюсер звукоинженер у него много профессий он полностью посвятил себя записи рок-музыки зовут этого парня джек эндино все вы знаете его да вот одна из работ джека эндино skycries mary сейчас они делают новый альбом опять-таки skycries mary джек эндино вместе с сашей цалихиным и саша цалихин мне написал письмо алексей я тебе пришлю подарок такой которого нет ни у кого в санкт-петербурге я думаю что же это за такой подарок который нет ни у кого санкт-петербурге а я знаю что саша присылает мне все время или виниловые пластинки или компакт диски что же это за диск такой которого нет никого своё петр бурге а потом он добавил а может быть и в стране тем более удивительно что же за штука такая которой нет ни у кого в стране и действительно вот она вот альбом которого наверное нет ни у кого в стране нирвана bleach с автографами с автографами джека эндино если видно здесь может быть и не видно но поверьте на слово и с автографом кристана васильича вот здесь вот здесь крис новосилич не дает автографы он не любит вообще этого дела а у джека эндино автографы берут но не так часто как у криста новосилича хотя крис автографы не дает а это специально для меня было подписано в студии где они писали sky christ мэри новый альбом джека эндино и крест новосилич 1 такая пластинка есть у саши цалихина именно я там написано александру а это без подписи смысле без моего имени но для меня специально сделано нирвана bleach наконец-то этот альбом в моей коллекции у меня никогда не было виниловой пластинки bleach у меня был компакт-диск компакт-диск я давно уже не слушаю но тем не менее впервые в моих руках этот замечательный альбом синенький такой вот такое вот новое издание руку приложили создатели крест и джек пластинка очень хорошая она мне всегда нравилась гораздо больше чем нашумевший nevermind об этом я уже говорил в ролике который был посвящен концертному альбому нирваны и я давно не слушал этот альбом потому что как я уже говорил на виниле у меня его никогда не было а компакт-диск уже куда-то канул в небытие и несколько раз я прослушал замечательную пластинку понял что она не устарела совершенно понял что я по-прежнему люблю и по-прежнему буду слушать еще ни один ни два и не десять даже раз потому что музыка ну великолепная гораздо лучше чем nevermind уж поверьте мне я врать не стану тем более миллионам зрителей которые смотрят эти ролики не стану врать конечно это интереснее это свежак настоящий свежак настоящая рок-музыка сделанная молодыми парнями от души записан альбом вы все знаете наверное любители нирваны до поклонники этой группы что затраты на запись составили 600 долларов 600 долларов сейчас даже в санкт-петербурге записать альбом такого качества за 600 долларов невозможно я вам скажу это можно записать и за 50 конечно дома там пу-пу-пу в компьютер но записать в студии вот альбом с таким звуком такого качества живую группу невозможно 600 долларов это не те деньги совершенно которые вообще которыми с которых можно начинать разговор вообще записи альбома даже к сожалению к сожалению большому но такие были времена 30 часов всего заняла запись этой пластинки о чем это говорит это говорит о том что группа очень хорошо играла потому что когда группа играет плохо за 30 часов они нихрена не запишут они будут ковыряться переписывать убирать лажу переигрывать и все 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 группа играла очень хорошо и это слышно что значит группа играет хорошо когда это очень просто на самом деле когда все попадают в долю группа играет хорошо уже уже все а когда группа попадает в долю вместе все А когда появляется групповое звучание, это значит, что все друг друга понимают, все сыграли эту музыку не один, не два и не десять раз. И всем эта музыка нравится. Потому что когда она не нравится, получается полное фуфло. Это сразу слышно. Возьмите любую поп-группу, которая играет на корпоративах, послушайте ее. Впадете в уныние страшное, как я обычно. Впадаю, я не хожу по таким местам, где играют такие группы. Ну, да ладно. На что похожа эта музыка? Для тех, кто не знает. Ну, все скажут, гранж, 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 гранж. Что такое гранж? Это тяжелый рок. Современный тяжелый рок. Не старый тяжелый рок, который играет там разнообразные. The Flapper до сих пор. Все вот это одно и то же. И Назарет, который я, кстати, люблю, но это уже такая архаика, это уже такая древняя музыка, в общем-то, на самом деле, что пускай играет очень хорошо. Hell of the Dog и Rampant у меня там слушаются иногда. Дальше уже ладно. Это нормальный, современный тяжелый рок. Современный до сих пор. В отличие от традиционного хард-рока, он абсолютно не устаревает. Тот самый гранж, как принято говорить, гранж. Таинственный какой-то гранж. Что такое? Я не знаю даже, как характеризуют люди это направление. Это когда игра аккордами с овердрайвом, с искаженной гитарой, или нет, нет, ничего подобного. Что соло играется в полный рост, и риффы играются в полный рост, и барабаны здесь звучат. Особенно в тех песнях, где играл Дейл Кровер на ударных. То есть это Floyd Barber, Paper Cuts и Downer. Последняя вещь. Ну, Downer последний, это вообще панк-рок откровенный. Это просто молотилово такое. Это как будто Sex Pistols в хорошей форме. Взяли и записали этот самый Downer, сделав несколько дублей, выбрав самый подходящий. А Floyd Barber, это такой здравствуй, Ледзеппелин. Это такое молотилово барабанов, адское. Чем мне чрезвычайно нравится эта песня, кстати, Floyd Barber. И, как ни странно, нравится больше всего здесь Paper Cuts. Тоже с Кровером. Это не значит, что все песни с Кровером хорошие, а без Кровера плохие. Но, тем не менее, Paper Cuts получилась просто какая-то адская музыка. С дикими криками Кобейна. Не просто с криками. Крикнуть любой идиот может. А с музыкальными криками. Крики продолжают вокальную линию, выходят туда почти в истерику. Так здорово. Чудесная игра на гитаре. Плюньте в лицо тому, кто скажет, что Курт Кобейн это плохой гитарист. Просто плюньте в лицо. Просто ничего не говорите. Курт Кобейн плохой гитарист. Тьфу на тебя. Как в одном фильме советском хорошем. Тьфу на вас. Тьфу на вас еще раз. Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона. Тьфу на вас. Курт Кобейн плохой гитарист. Тьфу на вас еще раз. Прекрасный гитарист играет ровно так, как надо. И даже больше того, играет еще и лучше, чем надо. Блюнь первая песня. На что похожа гранж, скажете, гранж. А я вам скажу больше всего, она похожа на группу Kings английскую. Это неудивительно, потому что в этом временном отрезке, там, 88-89 год, эти парни прослушали уже всю рок-музыку, которая была на тот момент времени. И Битлз, который им очень нравился, Кобейн, в частности. И, разумеется, и Kings в том числе, потому что рок-музыки без группы Kings представить невозможно. Это одна из основополагающих британских групп, создавших вообще вот эту вот всю историю под названием рок-музыка. И вот Блюнь, на самом деле, очень похожа на Kings, когда гитара играет рифф, который повторяется в голосе. Послушайте, ранний, причем ранний Kings, там, 66-67 года, их 65-го даже, их ранние записи. И очень похоже по структуре именно, по звуку, конечно, нет, звук совершенно другой. Звук Индина здесь сделал атомный, зверский, гитарный, просто тяжеленный. Но по структуре очень похоже на Kings. Как неудивительно. Флойда Барбер, я уже и говорил, да, это привет от группы Led Zeppelin, большой, About a Girl. Это привет от группы Beatles, как ни странно, по структуре. Хотя очень тяжело. И очень так вот, по-кабейновски спето. Очень здорово. Песня School. Один из главных концертных, наверное, ударов в печень. С удивительным гитарным соло. С удивительным. Мне так нравится, как Кавейн играет соло. Атональные аккорды, вот эти вот. И выход на одноголосые какие-то фразы. Потом опять вот эта атональщина идет. Но там ровно где нужно. И как нужно. Просто. Love Bass. Сингл, который вышел перед этой пластинкой. Вот. Как ни удивительно, но ощущение такое, что это совершенно другая группа. Эта песня, она вылезает из этого альбома. По звуку, по аранжировке, по структуре. Даже по пению Кабейна. Она совершенно другая. Многим она, наверное, нравится. Да, песня Shocking Blue. Love Bass. Ну, ее спасает, конечно, гитарная соло Кабейна во второй части. Когда он начинает играть на гитаре уже по-настоящему. Понимая, что это все-таки Нирвана, а не какая-то клубная группа. Или там вообще какая-то студийная группа. Набор каких-то студийных музыкантов, которые взяли и сыграли кавер Love Bass. И спели как-то очень аккуратненько. Слишком уж для Кабейна аккуратненько. Ну, песня сама по себе энергичная, мелодичная. Поэтому, в общем, ладно, хорошо. Сингл вышел, его покупали. Благодаря ему все-таки они прошли в студию. Потому что сингл потащил за собой все-таки запись альбома. Все хорошо. Негатив, крип. Очередное безумие. Ну, а вся вторая сторона, включая Даунер, последнюю песню. Это уже просто опускало в тяжелый рок настоящий. Кабейн оторвался уже здесь. Как только мог. Вместо ему старше. Это просто какой-то такой, знаете, как вот этот вот мотор на моторных лодках. Вот дернули за веревочкой. Вот так вот, вот так он не заводится, не заводится, все время дергает и вот так вот катится, катится, катится. Ну, или можно сказать, опять-таки, как трактор такой. Только трактор очень быстрый, колесный трактор такой. Все хорошо, все очень тяжело. В меру медленно, в меру быстро. Но назвать это гранжем я не могу, к сожалению. Потому что, что гранж, гранж. Я вообще не понимаю, что такое гранж. Это современный тяжелый рок. Единственное, чем, наверное, гранж, чем музыка нирваны, как флагмана этого движения, отличается от тяжелого рока. Тяжелый рок – это все-таки музыка попсовая. В хорошем смысле этого слова. Она направлена на слушателя. Она веселит и развлекает слушателя. Заставляет его танцевать. Она направлена туда. А гранж и нирвана, в том числе, они вообще никуда не направлены. Они существуют внутри себя. И рассказывают о том, что происходит внутри. Что происходит с человеком. Как он относится к окружающему миру. Какое давление на него оказывает окружающий мир. И как он все это переживает. И выражает все это в звуке. Ему совершенно не важно, как реагирует на это публика. Ну, конечно, деньги всем нужны. Всем нужно зарабатывать. Поэтому выпускаются синглы. Поэтому выпускается какая-то рекламная продукция. Но, тем не менее, эта музыка интровертная. Как я уже говорил не раз. В отличие от экстравертного хард-рока, направленного на стадионную публику, аудиторию. Это все про себя. И этим эта музыка и ценна. Она очень личная, несмотря на то, что громкая. Очень личная и очень честная. Прошу пить. Пока.